Всем привет, друзья! Как вы помните, в прошлом ролике я показывал мед после откачки, сразу рапсовый. Он был желтого цвета, прозрачный. Сейчас прошло 3 недели после откачки. Мед стал вот такого, белого цвета. Фактически он стал белого такого цвета через 12 дней после откачки. Почему мед стал белым вот таким через короткое время после откачки? Объясняется это легко, потому что в рапсовом меде много глюкозы. Рапсовый мед содержит максимальное количество глюкозы. Он просто чемпион по глюкозе. Это природная глюкоза, натуральная. Глюкоза имеет, как все знают из уроков химии, кристаллы глюкозы имеют белый цвет. Поэтому мед стал белым. Мед кристаллизируется тем быстрее, чем больше он содержит глюкозы. Соотношение глюкозы к фруктозе определяет скорость кристаллизации меда. Рапсовый мед очень сладкий. Это наиболее сладкий мед, который я вообще пробовал в своей жизни. Аж до приторного вкуса. Глюкоза медовая усваивается организмом на 100%. Этот мед очень полезный для здоровья. Рапсовый мед именно ценится своими полезными свойствами для пищеварительной системы, для желудка. Также рапсовым медом часто лечат горло. Это как нутелла природная. Легко мажется, такая салообразная консистенция. Намазывается хорошо на булочку. И отлично с чаем по вечерам. Не нужно покупать нутеллу с пальмами и маслом. Вот есть натуральная, природная нутелла, только белого цвета. Мед содержит меньше калорий, чем сахар. Легко усваивается организмом. Не откладываются ни в какие жиры. В отличие от продуктов, содержащих сахар. Рекомендую всем употреблять натуральный мед. Кстати, в Европе и во всем мире ценятся более светлые сорта меда. Темный мед стоит дешевле. Не знаю, почему так. Хотя и темный мед имеет полезные свойства. Весь мед, в принципе, полезный. Нет такого меда, который не имеет никаких полезных свойств. Чтобы купить натуральный мед, надо покупать его у пчеловодов напрямую на рынке или у знакомых, у соседей. За магазинный мед. Я не знаю, какой там мед. Это знает только хозяин магазина. У пчеловода 100% будет натуральный мед. Сейчас на улице плюс 30 в тени, а мед имеет вот такую консистенцию. Если вы хотите еще больше его растопить, чтобы он стал более жидким, нужно нагреть его на водяной бане при температуре до 40 градусов. Вот пчела уже прилетела. Тоже себе на бутерброд хочет набрать натурального меда. Хотя у них в улях достаточно его. Советую всем регулярно употреблять мед. Он полезен и для детей, и для взрослых, для всех, для спортсменов, для пожилых людей. Регулярно употребляйте мед, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Всем удачи и хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...